Время местных вестей. В студии Ксения Грищенко. Добрый день. Смотрите выпуски. Выводить зарплаты в белую зону, улучшая финансовую дисциплину. В регионе состоялась комиссия по повышению зарплат в сфере агропромышленного комплекса. Не хватает рабочих рук. Как борются у нас с кадровым голодом на крупных предприятиях узнаем через несколько минут. 13 миллионов на развитие геопарка Ундори, что изменится в районе уникального геологического места, расскажет Гульнара Шарин. Погибли двое взрослых и ребенок. Трагедия случилась накануне в 17.30 на трассе М5 Урал в Николаевском районе. По предварительной информации водитель автомашины «Лада Гранта» не выбрал безопасную дистанцию, додвижившись впереди по путному направлению большегрузного транспортного средства. И совершил предупреждение. В результате дороже транспортного происшествия водитель легковой автомашины «Лада Гранта» и двое ее пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок, от полученных травм, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Прокуратура Николаевского района Ульяновской области в связи с дорожно-транспортным происшествием организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Похолодало и рвануло. Воскресенье ознаменовалось порывом теплотрассы в Засвияжье в районе домов с 34 по 38 по улице Промышленной. Аварийная бригада теплосервиса в течение часа прибыла на место и приступила к работе. Специалисты раскопали котлованы и сняли железобетонные лотки, в которых проходят трубы теплоснабжения. Работали с ювелирной точностью, ведь рядом находятся электростанции и проложенные силовые кабели. Как оказалось, на 10-метровом участке произошло сразу три порыва. Решено заменить весь кусок аварийной трубы. Из-за аварии подача горячей воды и отопления сейчас осуществляется на пониженных параметрах. Впрочем, жители 12 многоквартирных домов еще не успели это почувствовать. Видите, ходим босиком и нормально. Температура в жилых помещениях в пределах допустимой нормы. Производим замеры ежечасные. Температура нормальная 20-22 градуса. К ситуации жители аварийной зоны отнеслись с терпением. Не жалуются, а даже постарались создать комфортные условия для ликвидаторов аварии. Установили термопод, чай, кофе, печенье, бутерброды. Обязательно поддерживаем со стороны жителей наших работников. Специалисты трудятся уже больше суток. Работы продолжаются. Губернатор Алексей Русских провел заседание комиссии по повышению зарплат в сфере агропромышленного комплекса. Совещание прошло на заводе «Трехсосинский». На него пригласили руководители аграрных хозяйств и предприятий переработки. Обсуждалась ситуация на производствах, объемы налоговых отчислений и планы по дальнейшей индексации оплаты труда. В ходе совещания отметили, что средняя зарплата в сельском хозяйстве с начала года повысилась почти на четверть и приблизилась к 40 тысячам рублей. Помогли меры, которые приняла отраслевая комиссия в регионе. На данный момент средняя зарплата на производстве продуктов по итогам 8 месяцев превысила 48 тысяч. А в сфере производства напитков 64. Губернатор поручил областным органам и муниципалитетам усилить работу по выводу зарплат в белую зону. А еще повысить финансовую дисциплину. Не все предприятия уплачивают соразмерные налоги в областную казну. 22,5 тысячи вакантных должностей сегодня заявляют работодатели Ульяновской области. 70% из них относятся к профессиям рабочих. Голод от недостатка инженерных кадров испытывает большинство промышленных флагманов региона. Как решается эта задача государственной важности, выяснял Дмитрий Емельянов. Современные технологии у машиностроения. Как они применяются на практике, можно увидеть в учебно-производственном комплексе Ульяновского государственного технического университета. На этой площадке студенты и аспиранты превращаются в специалистов широкого профиля. В качестве выпускников у нас идут инженера, технологи, конструктора, программисты, операторы и навладчики в одном лице. А дальше по их выбору, по их желанию происходит специализация специалистов по тому или иному направлению на предприятиях и в организациях нашей области. С обработкой металла ребята начинают знакомиться с младших курсов. Сначала работают на простых токарных станках, где снятую стружку можно почувствовать руками. А затем уже осваивают станки с числовым программным управлением. Учебно-производственный центр позволяет увидеть, как чертеж из компьютера превращается в деталь. Ориентир был на работу в офисе и работать должен был я технологом. Но я пришел сюда, когда еще учился в инвесторатуре, начал изучать станок вообще, как это делается, программируется. Меня это заинтересовало больше, именно писать программу. Изготавливать деталь с мамой. Сегодня инженерные кадры очень нужны предприятиям области. Например, на Виастар срочно требуются операторы станков с программным управлением. Зарплата 90 тысяч рублей. Вакансии по рабочим специальностям открыто более тысячи. Поэтому региональные власти уделяют большое внимание подготовке инженеров. Разговор губернатора, выпускника машиностроительного факультета Бауманке с молодыми спецами профессиональный. Ну, реверс-инженеринг, конечно, приносит доказчик деталь. Можно сделать такую же. Да. То есть вы все этими компетенциями обладаете? Конечно. А я не вижу вас. А, вот робот-эберщик, да? Да. То есть здесь снимаются все размеры? Нет, это не КИМ. У нас станки оборудованы системой Ренешоу, то есть им можно пользоваться как КИМа. У него датчик шпинделя есть. Здесь заявленные точно с производителем 6 микрон, конечно, меньше, чем у КИМа, но достаточно для производства большинства манипуляторов деталей. Модель инженерного образования школы, колледж или вуз предприятия сейчас реализуется в масштабах всей страны. Эту программу называют бесшовной, то есть выбор профессии и трудоустройства не будет сопряжено со стрессом. В Ульяновске в четырех школах открыто 9 профильных авиационных классов. Это система, которая позволяет нашим обучающимся уже на стадии обучения в общеобразовательных школах получить представление, знания о инженерных профессиях, специальностях, познакомиться с производством. Это правильный, но долгий путь подготовки специалистов, а инженеры на заводы нужны уже сейчас. В области идет динамичный рост производственных программ предприятий. Этот фактор, создавая учебно-производственный комплекс, в политехе учли. Такие центры становятся центрами переподготовки и дополнительного образования для специалистов, которых нужно уже довести до уровня современных технологий. Поэтому мы здесь с вами можем увидеть вот эту вторую важную составляющую работы. Инженерное образование может быть качественным, если оно практикоориентированным. Укрепление собственного технологического суверенитета – важная задача, поставленная президентом страны. Подготавливая инженерные кадры для УАЗа, ДАЗа, Конструкторского бюро приборостроения и других предприятий, наш регион выполняет ее. Дмитрий Емельянов, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Росстат опубликовал данные по внутреннему туристическому потоку в стране за 9 месяцев этого года. Согласно им, турпоток в России вырос за год на 16,5%. В нашем регионе есть что посмотреть. Осталось подтянуть инфраструктуру. 13 миллионов получит геопарк Ундория. Деньги выиграны во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» благодаря проекту «Берег юрского периода». Гульнара Шарипова прогулялась по местам, которые уже скоро изменятся. Теперь эти виды официально берег юрского периода. Ульяновский геопарк – вторая точка на Земле после Атлантического побережья в Британии, где в сотнях километров изумительных красот 200 миллионов лет истории планеты. Сделать их доступнее поможет победа в конкурсе, тиражирующем лучшие муниципальные кейсы. Здесь важно понимать, что это не конкурс идей. Это конкурс, который рассказывает о идеях, которые существовали ранее и уже были претворены в жизнь. Важно было, первое, систематизировать информацию, которую коллеги накопили за последние 2-3 года, повысить качество ее визуальной подачи, ну и, естественно, показать какой-то профит, то есть социально-экономические эффекты, которые она дала жителям. Поддержка из федерального бюджета – это возможность помножить то, что сделано для развития геопарка в последние 5 лет. А первой остановкой на берегу Юрского периода станет экотропа для маленьких посетителей памятника природы. Предполагается обустройство спуска на берег Волги. Это должен быть лестничный марш, оборудованные под посещение именно школьных групп. Будут благоустроены площадки, вот та, например, на которой мы находимся. То есть она планируется как смотровая. Действительно, отсюда открывается замечательный вид и на геологический разрез, и на широкий разлив Волги, который самый большой на Волге, фактически, это 39 километров. Тропа поведет на пляж, где древние окаменелости прямо под ногами, в реликтовый лес и на целебные родники. Их тоже благоустроят, разместив на 2,5 километрах маршрута фотозоны и арт-объекты. Маршрут будет как раз являться лишь частью огромного маршрута. Название этой части, рассчитанное именно на школьников, будет, как уже, соответственно, заявлено, узнавайка. Есть еще два отрезка пути, которые тоже будут в дальнейшем рассмотрены по благоустройству. Общая протяженность 16,5 километров. Последние штрихи в проект внесут в ближайшие дни. Первые преобразования ожидают уже летом. Окончательная же экотропа «Узнавайка» проляжет по геопарку к концу 2024 года. Гульнара Шарипова, Александр Рассохин. Вести. Ульяновск. Это Вести. Ульяновск. Мы продолжаем выпуск. 24-я Ульяновская библиотека стала модельной. По нацпроекту «Культура» учреждение получило 5 миллионов рублей. И еще 4 региональные средства. Гульнара Шарипова продолжит тему. Читальный зал превратился в территорию развития книгохранилища. Теперь образовательная лаборатория. А за ней самый настоящий медиа-центр. В одной из старейших библиотек города изменились не только интерьеры. Изменилось назначение помещений. Все в духе времени и с учетом пожеланий тех, для кого это все и делалось. Юных читателей. Мы проводили фокус-группу. Пригласили на нее ребят, подростков, молодежь. И хотелось услышать от них, вот чего они хотят. От новой библиотеки. Конечно, им хотелось нового интерьера, нового наполнения. Хотелось, чтобы библиотека стала местом, где можно собраться, что-то обсудить, чему-то новому научиться. Все это теперь реальность. Медиазал открывает доступ к сокровищам национальных электронной и детской библиотек. Сенсорный стол обучит финансовой грамотности. А интерактивная песочница и логопедическое зеркало разовьют мелкую моторику и речевые навыки. Первое упражнение у нас окошко. Кроме широко. Шире, шире, шире. Молодец. Я считаю, до 10. Мне понравилось, что здесь есть много игров разных, разных розыклассок, книг. Да и все еще есть качельщик, кресло. Все стало так чисто, красиво. Мне очень понравилось сейчас. Все сделано очень хорошо, качественно. Стало куда просторнее, куда приятнее, красивее. Все очень красиво сделали. Мне очень понравилось. Пуфики очень милые. Книжек очень много новых добавилось. Это очень замечательно. 24-я библиотека стала 16-й модельной библиотекой региона. Модернизация, начавшаяся в 2019-м, новый вызов для ветеранов отрасли. Как подстроиться под веяние времени и помочь молодежи не терять интерес к чтению, говорили за одним столом с главой региона. Я хочу поблагодарить вас, ветеранов, библиотечных моделей, за тот труд, который, которую вы тянете, может быть, не совсем по достоинству оценен денег на выражение, но мы над этим работаем. Модельные библиотеки очень интересны читателям. Мы это видим в динамике посещений. А у детей они вызывают интересы вдвойне, потому что они становятся не просто зонами для чтения, они еще становятся и совершенно интересными зонами для творчества, для детского творчества. В следующем году таких зон станет еще больше. Модернизируют библиотеку в Новоселках Меликесского района. Гульнара Шарипова и Михаил Державин. Вести Ульяновск. Семидесятилетие отмечает в этом году Ульяновский сороковой лицей. В 2002-м сороковая школа, встав под крыло опорного вуза страны Ульяновского государственного университета, обрела статус лицея. За семь десятков лет учреждение выпустило больше 15 тысяч будущих студентов. Потом они становились врачами, учителями, учеными, высокопрофессиональными специалистами во многих сферах и областях жизни нашей страны. И в этом, конечно же, заслуга, в первую очередь, педагогического коллектива лицея. А педагогический коллектив, слава богу, у нас стабильный в основной своей массе и профессиональный. Я могу это сказать. Сегодня лицей является одним из передовых в регионе и уже 7 лет входит в топ-25 лучших. Неизменным остается качество обучения и особая связь педагогов с учениками. Времена меняются, меняются и дети. Это очень заметно для тех, кто проработал долго в этой школе. Поэтому мне хочется пожелать, чтобы все-таки и дети тоже в лучшую сторону изменились. За последние три года лицей выпустил много победителей и призеров международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Половина из них поступила в Ульяновский государственный университет. Дарите людям красоту. С таким названием в Ульяновске открылась выставка картин. Экспозиция посвящена году педагога и наставника. Инициаторами стали преподаватели колледжа культуры и искусства. Их проект познакомит посетителей с творческими работами, созданными педагогами и их воспитанниками. И покажет труд учителя, вложенный в талант своего ученика. Мы постарались с коллегами показать как можно больше техники, материалов, видов изобразительного искусства на этой выставке. Здесь и живописи, и графика, и скульптура, и много декоративно-прикладных работ. 134 работы – от натюрморта до портрета – подарят возможность любителям искусства увидеть красоту. Познакомиться с творчеством художников можно до 15 декабря в Музее архитектуры эпохи модерна в Симбирске. На этом выпуск программы «Вести Ульяновск» подходит к концу. Дали информацию о погоде, а я прощаюсь с вами. Всего доброго. Сейчас в Ульяновске 6 градусов мороза. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 86%. Ветер восточный – 5 метров в секунду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»